Народ, всем привет! У меня на столе Huawei Mate 50 Pro. И он не прилетает ко мне в коробочке, потому что этот смартфон мы добыли вот в таком виде, без комплекта. Но я сразу вам скажу, что там вы найдете зарядочку на 66 Вт, чехольчик приятный и, конечно же, провод USB-C, ну и всякую макулатурку. Этот смартфон, это не просто смартфон, ребята. Это венец десятилетней истории, потому что ровно столько с выходом этой серии исполняется линейка Huawei Mate. И компания, конечно же, под такой юбилей создала, в принципе, как и всегда, мощнейший продукт. Это один из самых интересных флагманов вообще. А прямо сейчас, примерно за 10 минут, я докажу вам, что это лучший смартфон для России. Вот такой внезапный твист. Знаете почему? Потому что здесь Kunlun Glass, собственная разработка Huawei, нано-кристаллы, берешь просто туда его. Потому что в России мы же все дикие, потом ты такой 68 IP, 6 метров держат, понимаешь? Смартфон как будто бы создан для наших тяжелых реалий. При этом он максимально красивый, есть несколько цветов. Вот этот вообще называется. Вот напишите мне в комментариях, как называется эта оранжево-золотая версия. При этом это эко-кожа, понятное дело, все красиво. И вы никогда не догадаетесь. Потому что, как обычно, производители придумывают супер-пупер-мега штуку и говорят, «Закат в горах». И вот смотришь на него, закат в горах. В общем, будет интересно. Заварить, что-нибудь вкусненького попить, поесть. Поехали. Кстати, знаете, сразу в чем прикол? Вот этот кун-лун глаз прикольный доступен только вот в этой версии, в оранжевой. Всего есть три модели, ну, в смысле, цветовых решений. Это серебряно-белый приятный, есть черный глянцевый, еще черная тоже эко-кожа. Понятное дело, что у нас любят черный, но вот этот очень яркий. Вообще, оранжевый один из моих самых любимых цветов. Помните, я делал оранжевый iPhone 4S? Вот это вот мне те вайбы напоминает. И я сижу довольный. Я моментально вообще забыл про свой iPhone, потому что обычно мы тестируем смартфоны на Android, ну, я, по крайней мере. Так, типа, у меня есть мой стандартный iPhone и все остальные телефоны. Я туда ставлю либо обычные симки, либо есть симки. Короче, хожу из двух телефонов, вот что-то делаю. Здесь же я такой, нет, я хочу тестировать его непосредственно с основной сим-картой. Не каждый телефон, который попадает ко мне на тест, удостаивается вот такой почести. А здесь, ну, потому что, загибайте пальцы, вам даже двух рук не хватит, чтобы кайфануть в полный рост. Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 не поддерживает 5G, потому что Huawei под санкциями. Так нам 5G не нужен, а? Я же вам говорил, что в России лучший смартфон. Раз! Только такая модель будет доступна за пределами Китая, а значит здесь Android с EMUI. А мы радуемся, потому что у нас и так Google Play не работает ни хрена. И AppGallery, и всевозможные сторонние магазины, это нам только в плюс. Экран, понятное дело, божественный. 6,7 с копейками OLED, экран 120 Гц, держит очень круто откалиброванной, заряженной. Яркость великая, понимаешь, в автояркости почти 1000 нит. Фигачит для Android, это вообще неслыханная просто яркость, что творят? Дальше летим. Стереодинамики крутейшие, прикинь. Вот, знаешь, как понять, что в Android смартфоне крутейшие динамики? Все в один голос говорят, как у айфона. Все, вопрос снят. Это на самом деле кайфы. Камеры. Ну тут все как обычно. Понятно, фронталка там, это никого уже не удивишь. Хотя на 4К там тебе пишут 3060, вообще welcome. Это что-то же для Android. Опять же, неслыханные просто цифры. Дальше. Основная камера 50 мегапикселей. Фирменный RYYB сенсор от Huawei. И смотри какая штука. Изменяемая диафрагма. Все. Все. Закрыли вообще все. В этот момент я беру полотенце, потому что у меня уже капли не только на столе, но и на полу. Потому что изменяемая диафрагма, штук-то вообще не новая для индустрии. Помните, Samsung таким баловался. Но у них значение диафрагмы прыгало в районе там двух. А тут у нас 10 стопов, механически изменяемая диафрагма. Ты просто смотришь на это и думаешь, ядрен, псаки. Вот это вообще, что такое. В этот момент мы должны сделать небольшую передышку. Потому что я не просто так положил здесь вот эти вот замечательные камеры. Sony Alpha 1. На нее прикручен 35,1,4. Вот это зум-объектив. Знаете, чем отличается зум-объектив от фикс-объектива? Потому что зум умеет вот так вот крутиться и прыгать, например, от 16 мм до 35 мм. Именно потому что в телефоне так сделать нельзя, иначе бы у нас тут что-то выдвигалось. Стали использовать разные матрицы и под разные камеры. Ультра ширик, ширик, зум и так далее. В обычном фотоаппарате это зачастую можно сделать вот таким вот образом. Но здесь у нас с вами 2,8. Вот это супер-пупер-мега-злое стекло. Это тоже все G-Master 1,2 50 мм. Вы знаете, сколько он стоит? Это просто ради прикола загуглите. Я не буду упрощать вашу жизнь. Зайдите куда-нибудь и посмотрите, сколько стоит такой объектив. Хорошо, я скажу вам, сколько стоит вот этот объектив. 35,1,4 стоит 100 тысяч рублей. 100 тысяч рублей вы платите вот за такую вот стекляху. Понимаешь? Заплати. А знаете, сколько стоит Huawei Mate 50 Pro, у которого 10 стопов от 1,4 до 4,0, ультра-вайт, зум, все дела. Он еще и в интернет ходит. И YouTube показывает. Вы не готовы к таким цифрам, я вам отвечаю. Вот эта версия, Mate 50 Pro, оранжевая, красивая, эко-кожа, пылевлагозащита, стереодинамики, офигенные камеры, фантастический экран, топовый процессор, Android. Вот это все. Еще 512 на борту, две сим-карты, при этом, если что, вы можете еще и докинуть Huawei-ными карточками памяти сверху. 89,990. Я лично считаю, что продано. Я уж не знаю, как вы, но мне кажется, что это вот реально так и работает. Ну, потому что это действительно топовый смартфон за свои деньги прямо сейчас. У Huawei получилось сделать, вот знаешь, прямо, ну вот все хорошо. Вот я не знаю, до чего докопаться. То есть вы можете только сказать, что вам не нравится модуль камеры в таком виде. Но это стиль Huawei последних лет, и мне кажется, он самобытен весьма. Смартфон очень и очень классно сидит в руке. Он не тяжелый, кстати, весит всего там 200 с лишним граммов, в отличие от того же айфона. Да, экран-водопад меня немножко парит, но здесь он такой совсем лайтовый, и экран не зеленеет вот по этим граням, и никак на картинку особо не влияет. Хорошо. Что если я вам скажу, что в этом смартфоне, в отличие от всего того, что есть на рынке сейчас, настоящий аналог Face ID? Потому что здесь есть ТОВ-камера, вторая, рядом непосредственно с фронталкой, она, кстати, 13 мегапикселей, и, как я и сказал, камера вполне окей, да, все, что надо, умеет. Так вот, это полноценный Face ID в Android-смартфоне. Когда такое было вообще последний раз? Больше того вам скажу, понятное дело, что оптический сканер отпечатка пальца тоже никуда не делся. Поэтому ты можешь настроить разблокировку непосредственно смартфона по лицу, а всевозможная биометрия по пальцу применяется в банковских приложениях и так далее. Вообще ноль страданий. То есть тут... Я, ну вот, я не знаю. Я очень скептически относился ко всей этой истории в самом начале, а потом, когда я проникся, походил неделю с этим смартфоном, то я прям кайфанул, да в полный рост. Кстати, приколите, Кунлун глаз пробил нам стол. Но, на самом деле, понятное дело, телефону ничего не будет. И вообще, мои тесты на улице показывают, что современные смартфоны держат удар просто как-то, ну, совсем хорошо. Я не знаю, что там за реальные разработки, но эти стекла надо постараться разбить. Тут еще с завода, понятное дело, наклеена защитная пленка. Так вот, рассказывая вам обо всех функциях, конечно же, хочется перейти к камерам. Фишка с изменяемой диафрагмой – это величие в чем? Ну, в том, что с определенного расстояния вы можете снять достаточно крутую глубину резкости. Вот этот эффект боке, понятно дело, портреты снимаются на основную 50-мегапиксельную камеру. При этом вы можете зуммировать, поскольку 50 мегапикселей – это достаточно много. В авторежиме вы получите картинку 12 с гаком мегапикселей. Так вот, вы можете зуммировать по матрице 1, 2 или 3-х кратно. И фантастические портреты. Я отвечаю, я охренел. То есть портреты прямо крутейшие, потому что здесь, видимо, работает и оптика, и процессор, и разработки Huawei. Еще раз напоминаю, что серии Mate исполнилось 10 лет, но это не единственная серия в линейке Huawei. У компании гигантский опыт вообще в целом в смартфоностроении. И начиная вот как раз с серии Mate, наверное, 10 лет назад, компания взяла очень большой фокус именно на фото-часть. Вы помните, были коллабы с Leica, они делают свои кастомные RYYB-сенсоры. По-моему, это все Sony для них, соответственно, поставляет, но глубоко тюнингует. То есть Huawei на рынке отличается от всего того, что есть среди конкурентов. Да, потому что если даже iPhone, это купленная, по сути, тоже технология, но допиленная софтом, то здесь и железо свое, что, на мой взгляд, очень важно. Понятное дело, оптическая стабилизация и на основной камере, и на непосредственно телевике. Понятное дело, автофокус на ультраширике, который позволяет снимать тебе макро. Причем вы можете снимать макро, в том числе и в видео. Понятное дело, огромное количество микрофонов, которые зумят вам во время съемки картинки. Вы можете переключаться между модулями во всех режимах съемки во время записи видео. Такого, по-моему, даже iPhone до сих пор не умеет. Короче, ребята, я не знаю, как вам еще этот телефон преподнести, но моя идея была очень простая. Основная претензия к смартфонам Huawei последних лет, ну, у обывателя была в чем? Отсутствие Google сервисов, так? Так вот, смотри, ты заходишь непосредственно в приложение, куда? Ну, понятно дело, в AppGallery. Хотя, еще раз говорю, ты можешь поставить огромное количество сторонних всяких магазинов. Ты можешь, поскольку это Android, качать АПКшки прямо с сайта производителя, если мы говорим про банковские приложения. В этом смысле Android, конечно же, впереди iOS на две головы. Качаешь Mirpay, платишь по старинке, пожалуйста, NFC, все это есть. Ну и, конечно же, ты абсолютно ноль секунд страдаешь, потому что непосредственно в AppGallery ты можешь скачать что? Правильно, аналог YouTube. Нихрена себе. Вот эту вот радость качаешь и вообще горе не знаешь. Более того, есть достаточно простые способы восстановить работоспособности других Google сервисов. Поэтому, если вы вдруг хотите синхронизировать свои заметки или календари, это тоже можно делать. Хотя, лично я предпочитаю в этом смысле Google сервисами не пользоваться. В общем, конечно, когда Huawei только попал под все эти неприятные истории, было больно, потому что не было понятно, что с процессорами, что с софтом, что с Google сервисами. И мы с вами немножко парились. А сегодня получилась интересная ситуация. С одной стороны, Huawei вышла только сильнее из всей этой ситуации, потому что собственные разработки, пусть и сейчас на холде, но при этом они придумывают, как реализовать свои идеи в других ипостасях. Своё стекло. Нашли историю с Qualcomm, да, без 5G, но ничего страшного. И при этом AppGallery развивается как альтернатива. И при этом в России у нас с вами Google Play, в общем-то, и не нужен. И на выходе получаем ровно то, с чего я начал. Идеальный смартфон для России прямо сейчас. При этом вы должны понимать, что цена 89,999, которую я назвал вам в самом начале, это high-level, да. Вы можете взять за 79,999 версию на 256, и Mate 50 вообще стоит 69,999. То есть шаг достаточно приличный. Да, конечно, вы скажете, Валя, с кого вообще ляха 90 тысяч, это что это вообще для России? Ну, это флагман, ребята, это реально топ-люкс вообще смартфон Huawei, самый навороченный на сегодняшний день. На самом деле, понятно, можно рассказывать про этот смартфон долго, говорить, что здесь кнопочки не люфтят, а здесь вот у него, понимаешь, вот такая вот интересная гравировочка на окантовке камеры. Это всё вы сами, в случае чего, в магазине можете посмотреть, а на сайте характеристики почитать, я вам для этого не нужен. Моя мысль очень простая. Реально крутые технологии по камере, вот всё, что они сюда поставили, оно реально работает. И прикол из диафрагмы, и фильтр X-Mage, который позволяет тебе там докручивать фотографии. Понятное дело, огромное количество всевозможных постобработок, потому что сегодня мобильная фотография в большей степени вычислительная. И ночной режим на всех камерах, и прочие радости, и шум здесь давит, и здесь небо подкрашивает, и всё это можно делать. Поскольку это Huawei, у вас есть что? Правильно, профи-режим божественный, где вообще всё ручное. Вот что хочешь, делай. Пожалуйста, настраивай каждый параметр, выкручивай, ставь, как тебе нравится, для идеальных фотографий. И Huawei Mate 50 Pro с этой задачей справляется без проблем. Огромное количество режимов. Вообще-то, хочешь X15 Zoom во время 4K30 записи? На-те! Хочешь ещё какие-нибудь радости, приятности? Да, пожалуйста! И, конечно же, в финале, жалко, вот у нас нет фирменного адаптера, но с технологией Huawei SuperCharge, вот этот самый блок питания в комплекте, внимание, на 66 Вт, заряжает этот смартфон, а батарея здесь на 4700 мАч за 30 минут. Ну, если быть точным, 79% за 30 минут. Но при этом меньше, чем за час он зарядится до сотки, минут за 45, я думаю. Ну, и, конечно же, 50% вы получите вообще просто вот на. Не успел воткнуть, уже зарядился, что, конечно же, очень хорошо для современного использования. В общем, это стильный, красивый смартфон под завязку, набитый современными технологиями от Huawei. И кто любит этот бренд, тот понимает, в чём прикол. А тот, кто ждал сигнала свыше, что пора, мне кажется, это оно. С вами был Велосоком, подписывайтесь на канал. И, конечно же, меня Саша и все в команде убьют вообще нахрен, потому что растерзают. Они говорят, что Вале сколько можно, а я не могу остановиться. Я как лудоман, только в обратную сторону. Не знаю, как есть ли психологический термин для моего недуга. Звучит он следующим образом. Мы разыграем Huawei Mate 50 Pro именно вот такой, в фантастически красивом оранжевом цвете. Вот так вот. А вы по ссылке в описании переходите, смотрите там ещё какие-нибудь... Я оставлю вам ссылку на сайт Huawei. Посмотрите, как там чего. А чтобы его выиграть, вам нужно не... Подписаться на канал, а оставить один комментарий. Нравится ли вам вот такой оранжевый цвет? Скажите мне, пожалуйста. И, конечно же, залетайте в наш Telegram-канал, жмыкайте кнопочку «Участвовать». Через неделю случайным образом кто-то из вас получит этот смартфон. Ну, мы выберем победителя, получит он его чуть позже. И смотрите, какой прикол. Если вы в Москве, можете забрать его у нас на студии. Если нет, Почта России, куда Почта России доставляет, туда мы и отправим замечательный приз. Мне кажется, это кайф. Спасибо, что смотрели. Пока.